Итак, наш урок сегодня в понедельной главе, в понедельной главе, которая следом за Ницави, в Аэлях, они часто читаются вместе, эти две главы, они всегда читаются, как раз попадают на время перед Рошешена. И сегодняшняя беседа Любаческого Рэбе называется «Единение вместе Тишрей». Итак, в шаббат перед Рошешена мы всегда читаем недельную главу Ницави. В учении хасидизма объясняется, что центральная тема этой главы, это по сути центральная тема всех праздников Месяца Тишрей, начиная с Рошешена и заканчивая Симхат Тура. Глава Ницави начинается так. Сегодня все вы стоите перед Богом вашим, главы ваших колен, ваши старейшины, стражи, каждый человек из народа Израиля, ваши дети, ваши жены, переселенцы, живущие среди вас, от дровосека до водоноса. И Тура подчеркивает, как весь без исключения народ Израиля стоит перед Всевышним, от самых значительных людей, главы высших ваших колен, ваши старейшины, стражи, до самых простых, дровосек и водонос. То есть акцент здесь стоит на единстве всех частей народа, когда они стоят перед Господом, вашим Богом, все равны, и самый мудрый, и самый простой еврей. То есть, да, когда перед Всевышним все равны, все частичка Бога, все одинаковы, независимо от статуса в обществе, все одинаковы, и каждый играет незаменимую роль, и очень важен, по сути. По поводу трубления в шафар, Глаха говорит, все звуки шафара кошерны, другими словами, неважно, какой звук выходит из шафара, любой кошерин. И в более глубоком смысле, неважно, на каком духовном уровне и в каком положении находится трубящий в шафар, его действие доходит до Всевышнего и оказывает нужное действие. То есть, можно не умеет трубить в шафар, протрубить рожка шана, и она зачтется как-то. Ну, вообще, очень готовится сильно к этому, потому что это очень важный момент. Потому что в этот момент сменяется как бы энергия, вся энергия в мире меняется. То есть, энергия прошлого года уходит, и в этот момент спускается в мир новая энергия, совершенно новое благословение на весь год. Нельзя просто так. Ну, да, вообще, вообще это очень-очень-очень важно. Есть много всяких историй по этому поводу. Да. И мы знаем, что в этот момент мы получаем как бы бюджет на будущий год, бюджет на здоровье, бюджет на парносу, бюджет на все благословения, на детей, на все. Есть одна история про львайческого Рэбе, что однажды на Роша Шана приехал один человек, который хотел очень детей, у нее не было давно с женой детей, много лет. И в этот момент, когда Рэбе трубил, он очень сильно молился о том, чтобы у него были дети, чтобы у них появился ребенок. И в тот момент Рэбе трубил, и вдруг у него появилась какая-то проблема, что он не мог этот звук, не мог вытрубить звуки. И все затихли в синагоге, и все были просто в таком возбуждении, и все ничего не понимали, потому что все знают, что это очень важный момент, что от этого зависит благословение для всех во всем. И у Рэбе не получается протрубить. И этот человек, понимая, что, возможно, из-за него происходит эта ситуация, он отказывается от своей просьбы. Проходит время, и после Роша Шана, Рэбе принимает людей, и этот человек приходит к Рэбе, и говорит ему, Рэбе, мне кажется, из-за меня была проблема во время отрубления в шифар, потому что я так молился ребенке, и Рэбе благословил его. И спустя год этот человек приехал к Рэбе сообщить добрую вещь, что у него родился ребенок. И когда он к Рэбе пришел, сказал, Рэбе, у меня родился сын, то Рэбе ему сказал, а, тот шафарный. То есть Рэбе сразу смог ассоциировать эту ситуацию. Поэтому, да, очень-очень важный момент. Итак, потом приходит Йом-Кипур. Единственный раз в год, когда мы говорим с приходом праздника, с согласия Всевышнего и с согласия общины, мы разрешаем молиться вместе с грешниками. Здесь мы снова видим объединение народа. Не помню, что значит разрешаем молиться вместе с грешниками. Сверху здесь у нас в зале нет, но... Ну, надеюсь, что нет, но... Нет. Всебя нужна, начинная. То есть в этот, как бы, в этот день согласия Всевышнего и согласия общины разрешаем молиться вместе с грешниками. То есть здесь мы... То есть это дни единения народа, когда все приходятся на голову, когда всех радостно встречают и для всех есть место помолиться. Неважно, что он делал, как бы, в предыдущем году. Вот он пришел, слава Богу. То же самое мы наблюдаем и в праздник Суккот. Да, мы сейчас говорим о праздниках вместе с Ишрей. В этот праздник есть две заповеди. Заповедь сидеть в Сукке и заповедь о четырех видах растений. В обеих этих заповедях явно подчеркивается идея единства. Заповеди Сукке тем, что человек целиком находится в Сукке от головы до ног. Он как бы окружен Сукой. Кроме того, в Гемаре сказано, все сыны Израиля достойны сидеть в одной Сукке. И по поводу четырех видов растений известно, что каждый вид символизирует какую-то категорию евреев. И трог, обладающий вкусом и запахом, это символ людей, учащих Тору, делающих заповеди. Добрые дела. У лулава, финиковой пальмы, есть вкус, да, финик, но нет запаха. Он символизирует тех, кто учит Тору. Адас, или Мирт, обладающий приятным запахом, намекает на людей, занятых хорошими делами. Но арава, Ива, у которой нет ни вкуса, ни запаха, символизирует тех, у которых нет ни Тора, ни хороших дел. И в праздник Суккот они соединяются все вместе. В хасистском учении подробно объясняется, как и каждый вид сам по себе выражает единство. Ведь лулав в Торе называется Капот Тмарин. Можно прочесть, как Капат Тмарин, дословно, ладони пальмовых листьев. Это, как говорит Гемара в трактате Суккот, его отличительный признак, что все листья плотно прижаты к ветке и выглядят, как одно дерево. То же самое у Мирта. Листья на веточке растут тройками, и все три листочка исходят из одной почки. И так все виды растений. Да, это признак кошерности и пригодности Мирты, чтобы у него листочки росли так, из одной веточки. И в последний праздник Симхат Тора мы делаем хакафот. То есть танцуют кругами вокруг бимы, бимы с торами, со свитками тора. И, как известно, круг символ единства. Ведь в нем не видно ни начала, ни конца. Все его точки совершенно одинаковы. Месяц Тишре – это месяц, от которого заряжается на весь год, получает энергию на весь год. Из этого месяца мы должны взять на вооружение на весь год идею единства еврейского народа, что связаны и с царством, и с проникновением в божественное присутствие в наш мир. То есть в Роша Шерна мы коронуем Всевышнего на царство, провозглашаем его царем. И все эти дни, они символизируют единство нашего народа. Ведь главное единство – это именно Всевышний. Всевышний един, и имя его одно. Единство – это еще и прекрасный способ получить все благословения Создателя, как мы говорим в молитве. Отец наш, благослови нас всех вместе, как одного. И благословение, конечно же, всем вместе нам получить проще. Да, и эта идея, она исходит из-за того, что в Миньяне, когда люди молятся, то они могут быстрее получить вместе благословение, потому что достоинство всех складывается вместе. Если один человек просит что-то Всевышнее, то Всевышний может ему ответить сразу, может не сразу, может не совсем. А когда в Миньяне все вместе молятся, 10 человек, Всевышний видит достоинство всех вместе, и поэтому молитва поднимается сразу. Так важно молиться в Миньяне. Вот. И мы просим Всевышнего, чтобы он нас благословил всех вместе, как один. И сегодня еще очень важная дата, 28-е Лула, 29-е Лула, и сегодня день рождения третьего любопеческого Рэбе Цемахцедека. И про него есть одна история. Когда он был маленьким мальчиком, то его дедушка, который воспитывал его, дедушка Алтарэбе, он его воспитывал, потому что его дочь, двор Илея, когда мальчику, когда Цемахцедеку было 3 года, она увидела, что на небесах приговор, смертный приговор был принесен ее отцу, что он должен был уйти из мира, и она пожертвовала собой и отдала свою душу за выкуп отца. Вот так было, да. То есть была очень особая история, она собрала трех хасидов, Рэбе, сделала такой беддин и сказала, я хочу отдать свою душу за выкуп отца, чтобы отец остался, потому что это очень важно для мира, и она на самом деле ушла, ушла, и ребенку было 3 года, и она просила отца воспитывать ее сына, как своего собственного, он воспитывал его, и однажды Алтарэбе увидел, как он мальчик играл на улице с другими детьми, и они играли так, они поставили бревно, и поставили бревно во дворе так, что один конец бревна был на земле, второй конец бревна был в окне дома, и мальчики пытались по этому бревну подняться вверх, и каждый, кто пробовал, он доходил, ну максимум до половины, и падал вниз, спрыгивал, не мог подняться туда, и вдруг, Алтарэбе увидел, как Цемахцедек, будущий Рэбе Цемахцедек, этот мальчик, поднимается спокойно, медленно, но уверенно, до самого верха в окно, и тогда он его встретил, спросил, как ты смог подняться, подняться по этому бревну, никто до тебя не смог это сделать, все падали, он сказал, потому что другие мальчики, когда шли по бревну, они смотрели вниз, и в какой-то момент они пугались, и они не могли подняться дальше, они падали, я когда шел, я все время смотрел только наверх, я все время только смотрел наверх, это удержало меня, я смотрел на небо, я смотрел, думал о Всевышнем, и это говорит о том, что когда мы связаны с верхом, тогда мы держимся, и мы не падаем, и дай Бог, чтобы у нас у всех был счастливый, сладкий, благополучный, здоровый, благословенный Новый год. Аминь. acaсты, У деньги. Продолжение следует...